Тебя этого удовольствия, ради чего? Ради того, чтобы кто-то на тебя посмотрел, ради того, чтобы быть немножко похудее, потоньше, в соответствии с каким-то стандартами мировым. Это, конечно, я считаю, что это неправильно. Человек, насколько себя не любит. Я себя люблю и обожаю. Я себя настолько люблю. Если я хочу кушать, я сама себя так, а что бы мы хотели с тобой покушать? Ага, вот это, вот это. Или что бы я хотела покушать? Или что бы ты хотела покушать? Я себя люблю и обожаю. Я никогда против себя не пойду. Если я хочу спать, я пойду спать. Но если я, допустим, хочу есть, я не буду есть ведрами, но я все равно поем. Хоть немножко, но поем. Потому что когда ты пытаешься забыть о еде, оно еще, как оно сверлит в голове еще сильнее, как какой-то враг залез к тебе в голову и прямо вот хочет, чтобы ты что-то поел. Немножко поел, бутылку воды выпил уже хорошо. Но совсем не есть, совсем себя вот так вот. Она говорила, что она вообще забыла вкус хлеба, она забыла вкус картошки, она забыла вкус всего. Ну и ради Бога, и кому это надо. Но есть женщины пухленькие, очень красивые выглядящие. И что толку, что вот была актриса, которая умерла, царство небесное, Наталья, пухляшка такая была. Ой, как же я, веселуха такая была. Но она похудела, и что? Она потеряла свою привлекательность, она потеряла свою какую-то особенность, индивидуальность. И в конце концов она умерла в раннем возрасте, там буквально там, будучи еще достаточно молодой женщиной, только лишь потому, что она сбрасывала свои килограммы, боролась со своим весом, и что? Так что, конечно, мне жалко таких людей, которые вот ради там сцены, тем более ради мужиков, в таком возрасте что-то делать ради мужиков. Без мужиков можно жить абсолютно спокойно, абсолютно спокойно. Я не зарекаюсь, я ничего не говорю. Папа даст Бог хорошего, даст, пришлет вселенного такого, который соответствует тому, что я ему заказала. Может быть, я еще рассмотрю этот вариант. Не даст? Да нафиг он вообще нужен? В таком возрасте уже, когда нужна свобода, свобода переселит. Сейчас совершенно другие ценности, сейчас другие всякие. Да, конечно, здорово проснуться с кем-то в объятиях любимого человека. Да, здорово, когда кто-то есть рядом. Но об их то не надо. А искать там, напрягаться там, думать об этом, там, оп-оп-оп, не сюда, сюда, на счет того, что как Татьяна Васильевна над собой издевается до сих пор, как она не ест, как она там это, и подрывается в нервную систему, подрывает себе, ой, боже, и зачем? Ради чего? Ради кого? Вот так вот голодать. Не, ну хорошо, когда съел на диету, там чуть-чуть меньше ешь. Ну, килограммы они все равно потом приходят. Ну, конечно, не ест тазиками, но отказывать себе в еде совсем, ну, я не знаю, как это назвать, это неправильно, это как надо себя не любить, как надо не любить свое тело, чтобы довести его практически до смерти, можно сказать. И мне еще понравилось, как она говорила, она говорит, что на 40 лет стала делать себе пластические операции. Я, честно говоря, не знала, я вчера только об этом узнала. Она говорит, я делала, что могла, и что, что могла, и что вот это. Что-то новое появляется, все это уже у меня. Я, говорит, пробую на себе все эти кремы, все эти маски, все это прочее. А я хочу сказать, что, опять же, на моем опыте вообще не надо тратить деньги ни на кремы, ни на это. Вот я мажусь этими кремами уже, по-моему, 15 лет. У меня был сначала спермацетовый крем, я много лет им пользовалась. А теперь здесь уже 10 лет у меня вот этот крем. Замечательный крем. Если кожа хорошая, она и останется хорошая. То есть слегка подпитать кремом, неважно какой это крем. И когда люди тратят, конечно, сотни долларов на какие-то крема, которые я испробовала практически все. Нет. Главное – это хорошее настроение. Главное – это не быть злой. Главное – это не быть голодным. Потому что когда голодный, человек злой по неволе. Любой человек злой, когда голодный. Представьте себе на секундочку, вы голодаете, вообще ничего не кушаете, вас все раздражает, вас все кругом раздражает. И вы начинаете поедать сами себя изнутри. Любите себя, прислушивайтесь к тому, что говорит вам ваш организм. Нельзя так над собой издеваться. Я тоже над собой могу слегка поиздеваться, когда, например, мне хочется спать. А некий приходит, говорит, пошли гулять. Я думаю, такая лень, так неохота. Я пинком подзаться, я только встала, пришла. Но это я делаю для своего удовольствия, опять же, для своего здоровья. Простите 2 километра лишний раз в день. Это, конечно. Ну, чтобы вот так вот над собой издеваться, чтобы прекращать есть, чтобы... Это страшно, конечно. Это, ну, практически все. Я себе ни в чем не отказываю. Я ем хорошо. Я не ем там маленькими такими порциями. Я, ну, я утром не завтракаю, в обед я могу просто, ну, так хорошо поесть, там, картошку целую, запеченную, большую, там, с чем-то, там, с чем-то. Я и вечером могу что-то перекусить. Крайне редко, конечно, бывает. Ну, то есть я себе ни в чем не отказываю. Если я хочу, я ночью встала. Встала, чувствую, я хочу есть. Я встала, взяла 3-4 кусочка сыра белого своего, моцареллы, с медом. Медом обмазала, как бабахнула, и пошла спать с удовольствием. У меня такое, я ночью иногда встаю ею. Редко, конечно, но такое бывает. Бессонница, бессонница. А, чего не пойти, не покушать? Покушаешь, ты с такой легкой душой ложишься спать. Поэтому, конечно, плохо есть ведрами, плохо есть очень много. Надо себя, конечно, контролировать, но не есть совсем это и доводить себя до, ну, практически до смерти. Ведь она могла умереть, она была в реанимации, там, ее еле-еле вытащили оттуда с того света. Ради чего? Ради чего в таком возрасте? Ради, ну, я считаю, что в таком возрасте уже можно быть и не очень привлекательной. И ничего страшного. Ну, вот она настолько боится старости, она настолько боится, вот, как-то, ну, опять же, я говорю, что все этого боятся, всем это неприятно, но я не стала бы над собой так издеваться. Я, конечно, делала себе там, убирала, убирала вот эти, у меня были здесь такие две морщинки, я убирала гиалуроновую кислоту, вкалывала сюда. Да, два или три раза я это делала. Ну, наверное, года, лет пять, наверное, назад первый раз я это делала. Гиалуронка делает все. И вот гиалуронка подтянула здесь, подтянула здесь, сделала, два раза я делала ботокс, два года назад, последний раз. Просто они сюда вкалывают, вот сюда немножечко вкалывают. Ну, я уже давно не делала, надо, надо пойти сделать. Все, больше, больше пока ничего. Ну, с другой стороны, конечно, а, глазки я забыла, глазки подрезала, но они плохо мне сделали операцию, они у меня как были мешочки, так и остались. Так что зря потратила деньги, заработала себе проблему с этим глазом. Это, это, даже здесь в Америке надо подбивать им рукам. Заключение, любите себя, не издевайтесь над собой, живите, просто спрашивайте, что вы хотите на сегодня. Просто я понимаю, что есть там, есть женщины, которые...